и снова всем приветики друзья у нас свадьба продолжается и сейчас мы отправляемся в дом жениха и здесь у нас получается как бы семейное фамильное можно так сказать гнездо по линии папы моего мужа здесь у них очень большой участок земли и здесь подряд вот слева три дома там живут три брата вот этот вот недавно умер в первом доме это был самый старший брат свежим все они почти учителя их было в семье семеро братьев сейчас осталось только четверо и с этой стороны тоже их участок и здесь уже дома построили сыновья себе итак вот здесь первый дом наш первый дядька здесь а это чей дом это дом чей ронни папы дом ронни папы дом а это то есть их 10 четверо братьев живут а я думала трое понятно и здесь четверо братьев понятно ну этот дядя у нас тоже уже здесь еще один дом и здесь у нас так сказать родительский дом самый первый и нем сейчас живет самый младший сын так положено в индии в наследство дом родительский достается самому младшему сыну вот такие вот шатры свадебные обычно когда дома вечеринка так вот украшают может и дождь пойти это и не только для красоты но и защита от дождя и что здесь ну чай конечно же как же можно без чая здесь нас будут кормить чем будут кормить мы еще пока не знаем вот жених с невестой они уже переоделись поменяли наряды мы тоже переоделись и поменяли наряды вот коллеги и вот здесь вот готовят кушать а замбар он чай-то не чай-то не купите двор двор и двор 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ура who so brave Спасибо Я не знаю в каком мире это, но почему они первые тебя? Не понимаю, всегда начинают со взрослых. Дали мне первое на бедни. Сейчас тебе дадут. О, папа наш явился, все ищут, где джекеш, где джекеш. А вот и джиган принеси. Ты доволен? Наконец-то. Ну, кушай. А здесь вот моют руки до и после еды и рот. Это у нас обязательно после еды рот надо прапораспать. Это дядя Анандана внучка. Его зятёк это. Давайте посмотрим, что у нас на улице. На улице у нас гости стоят, уже собираются разъезжаться по домам. Это наш папин, у него мы были в гостях дома. А сейчас пройдём в дом к жениху. Посмотрим, что там интересного. Ну, это можно сказать дом про дедушки, я уже говорила, родительский дом. Вот здесь фотография. Это младшая дочка вот со Срина Ренагуру, вот здесь что-то написано. Это свадебная фотография младшей дочки, а это свадебная фотография старшей дочери. Вот такие вот у нас шкафы модные с подсветкой. Раньше это был одноэтажный дом. Потом они достроили второй этаж. Вот сделали лестницу наверх такую, винтовую, по-моему это называется винтовая лестница. И там у них кухня, а здесь фотографы ещё, ещё будет фотосессия и уже была и ещё будет. Очень красивый. Очень красивый. Возьмите. Непереводимый местный диалект. Очень красивый. Очень красивый. И вот уже гости со стороны жениха расходятся, уезжают к себе домой, прощаются они со своей родственницей, со своей невестушкой. Обычно в этом месте невеста плачет. Но не всегда, наша невеста выглядит счастливой, надеюсь у них все будет хорошо. В автобус уходят гости. И разъезжаются, уезжают домой, семья невесты, то и оставляют ее здесь. А ее вон здесь оставляют, все. Выдали замуж. А здесь дедушка с дачи везет свой урожай. Два огромных джекфрута, ананас и кокос. Ну вот и подходит к концу свадьба в Кэроле. Свадьба по-кэрольски, индийская свадьба. И сегодня вы побывали с нами вместе на индийской свадьбе. А сейчас мы с вами прощаемся. Больше ничего интересного уже происходить не будет. Поэтому всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите, пожалуйста, комментарии. Мы очень будем ждать. Ответим на все комментарии. Пока-пока.